И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрэлла Тэйч Инкорпорейт, на связи с вами Вескер и мы вылетели. Ну, знаете, с другой стороны, игра сама нам подсказала, что пора немножко выходить до понедельника. Тем более, понедельник был насыщенным днём, сейчас у нас уже для вас будет вторник. Для вас это будет день вторника. Мы сейчас отправляемся по сюжетному заданию в Старкгольм, попробуем добраться, может что и выйдет. Я не знаю, почему вдруг вылетел, решила, ну не знаю, реально не знаю. У нас примерно в среднем будет по часу уходить на каждый эпизод. То есть сейчас уже один час прошёл, предыдущий. Поэтому позволю себе сказать. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя видеозапись. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал, подписываемся на группе Дискорде, ВКонтакте и на Девин Арте. Ссылочки все найдёте в описании к сегодняшнему стриму. Ну а сейчас мы пока продолжаем наше путешествие. Чёрные паруса, мне это не нравится, ох как не нравится. Ещё и поле битвы. В принципе, кстати, у нас будет ещё задание здесь в Старкгольме убить викингов. Что нам за них дают? Стереть с лица земли викингов. Лорды викингов. Репутацию только. Но репутацию, кстати, дают как бы от имени британской короны. То есть, смотрите, мы теперь Королевство Англия, видите? Вот нация нация, наша нация. Наши ранки пока так себе. Благородное звание нам пока ещё далеко. По рангам. Мы ещё пока далековато. До всего этого дела. Скоро прибудем... А, я осло проплыл мимо. Ну ладно, нам всё равно потом... Мы отправимся, наверное, в третьем эпизоде в Чуньчжоу. Закупаться... Как раз таки... Как он там? Закупаться... Шёлком? Сейчас мы пока просто в Старкгольм заплыли. Кстати, сразу что у слона не отметился, ибо он тоже был рядом, по сути. Так. Стокгольм. Красиво, ничем не зарядный островочек. Сынка... А, он бежит за мной. Хорошо. Кстати, у нас не голодный? Наверное, голодный. С купцом. Именно с купцом поговорить мне, да? Так. Ну а пока он не голодный, особенно если что, в крайнем случае, скупим... Скормим ему розмарин, который бы так долго выращивать. Ну, кстати, как он у нас уже? Седьмого, наверное, да, уровня-то? Да, седьмого. И атака неплохая. Так. И что мы можем выбрать? Поздравляю, капитан! Вы достигли 50-го уровня. И у вас... 4000 очков. Наездница ветра... Мужская. У меня только морской бой дали, да? Ну, давайте вот сюда тогда подтвердим. Пока профессии не дают. Сундук с золотом... Откроет 10 миллионов... Это... Слушайте, ну это, конечно, хорошо. Вот прессованная провизия, это, конечно, хорошо. Но давайте вот это, что ли, тогда возьмем. Так. Может, я не могу просто это взять? Давайте тогда инструмент для расширения. Барбарин. Ты можешь купить, запросить... А-а-а, это реклама, да? Нет, спасибо. Да, все. Мы достигли 50-го уровня, чтобы прокачаться. Я не сразу понял. Я думал, он предлагает нам по сюжету что-то взять. А тут нам предлагают купить, да задонатить. Никогда в жизни. Вы заголовня принимаете? Вы заголовня принимаете? Я не собираюсь... Еще покупать никогда в жизни здесь у вас. Это бесплатно... Это фри-ту-плей. Я буду играть по фри-ту-плею. Что вы там от меня хотите, я не знаю. Так. В пригород. Кстати, заодно можем прибить этого викинга местного. Думаю, будет прекрасно. Вот Торос. Моментально помер. Олень быстрый. Настолько быстрый, что даже... Помер быстро. Торос! Нужно поговорить. Торос не хочет говорить. Купец рассказал, что его товары украдены. Мне захотелось помочь ему, но ничего конкретного ухитителя он сказать не мог. Говорят, что человек по имени Трос, живущий на окраине города, может что-то знать. Поговорите с ним. Ну, я поговорю с ним, но он не хочет говорить. Может мне перезайти? Походу, он завис у нас. Или у меня не все отображается? Есть вариант того, что у меня не все отображается. Если это так, то это, конечно, плохо. По-моему, мы сейчас так гоним, мы можем разобраться с викингами. Подождите, может меня просто не открывает? Нет, я уж думал, у меня просто кликабельность не работает, или что-то вроде, но нет, с этим все вроде относится нормально. Давайте еще раз найдем Тороса. Я пока его не вижу. Вот он. Сейчас может он сейчас заработает. Ну, как вариант. Наверное, надеюсь. Извините, пожалуйста. А-а-а! У меня мест нету. Четыре слота. А у меня только... То стали уже у меня со своими этими слотами. Я могу что-нибудь гирингу передать? Не могу. Я бы сумку ему сделал. Какой-нибудь подсумник. Специальный. Сам бы сшил бы. Лишь бы просто, чтобы место было. А у меня даже места нету. Понимаете? У меня места нету. У меня все на судне хранится. Ладно, давайте сейчас еще что-нибудь скипнем. О-о-о-о. Не знаю. Вот давайте руководство. Это что у нас? Руководство наука стрельбы. А. Подождите, кстати. Я же могу его применить. Твой скилл... Апгрейд... Наставника. А. Нужно сначала его проапгрейдить, да? Прежде чем улучшать. В принципе, стрельба как бы мой любимый навык. Я вот так проапгрейдил по максимуму. Так, давайте еще раз поговорим с тросом. И что нам за это дадут? Что-то дали на... Ага. Обычная золотая подвеска... Бонд офтинг любви. Подождите, у нас что-то подобное, кстати, было же. А это уровень профессии... 50... Ранг... Нобилити. Что значит нобилити? Нобилити, нобилити, нобилити... Ранг благородства. Что значит за ранг благородства? Нация, репутация, каморы, на море, мушкетер. Вот ранги у нас. Эээ... Ранг. Какие-то ранги есть, какие-то нету. Я пока не могу, наверное, никакой ранг пока взять, да? То есть мне нужен какой-то ранг благородства, но я не знаю какой. Вот дожили. Моментального ранга у меня нету, да? Ну ладно, хотя бы дали какой-то... Хотя бы дали какой-то предмет, уже хорошо. Это 17, 23, 12, 7. Ну, нет, получше. Да-да-да-да-да-да-да. Это получше будет. Уничтожьте пиратов и заберите 5 корзин, принадлежащих купцу. А затем поговорите с купцом. 5 корзин, убить пиратов. Ну, давайте. Что за это будет? Опять опыт профессии. Boss of Gods. Мне только босса, да, убить надо. Атакуй! Геринг! Тебя рекол. Давай-давай-давай-давай. Ну, денежки за пиратов, конечно, дают. Это хорошо. А теперь поговорить с купцом. То есть я прибил пирата, прекрасно. Но это пират, это не викинг. А викинг, скорее всего, в ослу находится, я так полагаю. Ну, благо, выполнили, конечно, квест. Хотя карта огромная. Здесь есть чем позаниматься. Вот эту подвеску, скорее всего, можно уже продать. То есть, смысл нам ее держать, но я не вижу. Да, она, конечно, поломалась частично, наверное, я думаю, продать можно будет. То есть, поторгуем сейчас с купцом. Возможно, что-то получится у нас. Так. Имперский страж, карибский пират. Я королевский офицер. Вот мне надо. Что мне дали? Производство ни черта мне не дает. Берем вот это. Подтверждаем. И у нас морской бой еще, да, есть. Вот сюда тоже подтверждаем. Так. Ну, это то, что у меня немножко завалено. Это то, что фамильное оружие купца меч. Отправьтесь в Тальгом и поговорите со Стэном. Ну, я в Стокгольме, как бы. Давайте поговорим со Стэном. Я не против. Вот. А, вот Стэн. Вы... А, вы пришли, чтобы усовершенствовать оружие. Мне очень жаль, разочарованный. Но я так давно не брался за такую работу, что уже ничего не помню. Нас сюда прислал торговец. Он хочет улучшить фамильное оружие. Нам кажется, что только вы способны сделать это. Есть два вида усилия. В общем, эту часть назовем улучшение оружия. Так. Значит. Мне лучше, конечно, это, кстати, записать, а то потом забуду пить название. Ну-ка. Где у меня тетрадь? Традужка маленькая. У-у-у. Да, вот она. Ну-ой. Давай, влезай. Все под книгами лежит. Так. Значит. Я прямо при вас запишу, чтобы потом не забыть. Значит. Э-э-э. В понедельник это у нас будет от тюрьмы до гражданства. От... Не, лучше от тюрьмы до... От тюрьмы до капитана. От тюрьмы до... От тюрьмы до гражданства. Назовем. А второе... Север... Северный куз... Лучше назовем прокачку оружия. Причем мне не нравится, как здесь вот квесты. Видите, они скипываются время от времени. То есть я не могу читать все подряд. И его свойства повысятся. Наше оружие очень древнее. Значит, его будет легче и улучшить. Правильно? Думаю, да. Кстати, у меня на складе есть устаревшие материалы. Если хотите, забирайте. Спасибо. Так. Стэн рассказал много интересного об улучшении оружия. Но для того, чтобы было понятнее, он предложил мне попробовать улучшить снаряжение собственноручно. Щелкните правой кнопкой мыши по материалам для улучшения, а затем левой кнопкой по снаряжению, которую вы хотите улучшить. Ага. Что-то получилось. Не забудьте заранее прочитать описание. Так. То есть, мне нужно улучшить рукоять. Так. Это... Ну, не всегда это выходит как хотелось бы им. Вот что-то получилось, а что-то нет. Так. Извините, а, у меня должно быть еще два слота. У меня слотов не хватает на все, товарищи. Что вы меня таким обучаете? Ладно, я выброшу сейчас вот это. А сюда положу... Не знаю, что положить бы. Ну, вот это... Ну, вот это... Вот это пока сюда. Давай. Все, прекрасно. Ты у нас что? Песочное зелье уклонение. У меня столько этих зелий, это кошмар какой-то. У меня этих морских боев полно. Так. Победите викингов и верните три камня, которые украли уст викингов. Спасибо. Наконец-то хоть что-то пошло по делу. Давайте тогда я сейчас улучшу свое ружье. А, то есть то, что экипировано, я не могу улучшать. Хотя, а если я буду это хранить вот здесь, я могу улучшать отсюда? Ну-ка, не получится. Вот этот вот меч улучшился. Кстати, меч сколько дает? 50 плюс 6, 45 плюс 1. Слушай, ну тут намного лучше. Давайте запрадам. У меня места нет, да? Ни на что. Лист восстановления, лист восстановления. Черт, у меня ни на что нет места. Еще какие-то камни, кстати, дал. А, это камни прокачки, да, они нужны. И слабые зелья, исцеляющие тоже. Так, мне нужен кузнец. Давайте к кузнецу сходим. Кое-что продадим, кое-что запечем, кое-что сожрем. Эти зелья, они хороши, но от них толку для меня 0. Так. Вот продам я старое вот это вот, мне оно не нужно. Атака 152. Слушай, ну я могу, в принципе, свое ружье продать, оно мне уже не нужно, по сути, по логике. Винтовка следопыта. Давайте ее возьму. Да, действительно, что я держу. Возьму винтовку следопыта, одну штучку куплю. Прекрасно, будет моим оружием постоянно. Да, я трачу деньги, хотя надо как бы копить. Все пока нормально. Так. Вот я не знаю, сколько это стоит. Давайте попробуем продать, посмотрим, какая цена. Этой я надеть не могу. 100... Да, не так много. Не так много дает. Вот это я тоже продам. Ну, я хотя бы разгружу место. Хотя бы местечко разгружу, чтобы все было по фэншучку. Так. Особая стальная нить. Это для одежды, я так полагаю, да? Нет, не могу. Это рукоять, это защиты. Так. Особая рукоять, а это негодная рукоять. Зачем мне негодная рукоять, я не понимаю. Ну, ладно, давайте тогда прокачаем меч. Кстати, а тут есть какой-нибудь суперский, крепкий, надежный меч? Старый золотой полуторный меч. 105. А, меч уже сдался. То есть, я когда его прокачал, все, он ушел, да, с молотка. Я хотел его использовать. Ну, ладно. Так. У нас какой? Вообще, слабочье. Старый золотой кортик, 105. Старый полуторный меч, 105. Ну, то есть, выше 105, ничего не... А, хотя бы даже, длинный меч. Ну, неплохо. Длиннющий тоже сгодится. Давайте длиннющий возьму. Один. Я посмотрю, как он выглядит. Тоже дорогой, зараза. Но, того, думаю, стоит. Никогда не пользовался мечами, не люблю я их. Но, в целом, технически мы можем начать улучшать. Почему бы и нет? Давайте улучшим. И может быть улучшим. Почему? Ладно, давай рукоять. И может быть улучшим. Ладно, я продаю. Ну, а какой черт мне меч, если у меня бесконечная пушка? Логично, логично. Да и тем более, вес занимает. Так, вернем хоть часть. О! А это что такое? Этого я не видел раньше. Королевское золото. Использующийся материал. В общем, надо будет переводить все. Надо будет все переводить. Сколько мы сейчас уже играем? 23 минуты? Ладно, давайте займемся викингами тогда. Только сперва подберем все мое имущество. Если его никто еще не украл. Сейчас, у меня места нет для него. А, сейчас найдется местечко. Оно сейчас найдется. Это сюда. Эти материалы надо убрать куда-нибудь. Может, конечно, в Афин и потом сплавать обратно. Эй! Где мой лист? Где все остальное? Фу, я все просрал. Дожили. Ну ладно, мы хотя бы знаем, где растет все эти травы, муравы. Думаю, все нормально будет. Давайте тогда поохотимся на викингов. На викингов, значит, да? Один камень Стена. И у викингов же, опять же, есть задача стереть с лица земли, прибить лорда викингов. Ну, прибьем лорда викингов, значит. А что еще остается? Викинг обыкновенный. Вот так, полегонечку, полегонечку, добьем мы его. Ну, кто сильнее и тотальной дистанции, а? Вот и выполнили. Может, мы найдем у него? Денежки. О, украденное червание Хэллоуина. Я нашел украденное червание Хэллоуина. Не знаю, к чему это оно. Давайте найдем лорда викингов. Он, конечно, помощнее будет. Это бесспорно. Этот с топором. Давайте поищем лорда викингов. Что? Посражаться решил? Ну, давай. Я не против. Моих скиллов хватит, чтобы тебя одолеть. Тем более, новую пушку купили. Причем вы не опробуете ее по полной программе. Песочное изделие атаки применим. Дополнительно пусть у нас будет. У меня этих костюмов уже завались. Это с ивента. Осколк потертого камня. Так. Теперь я не смогу. У меня все слоты забиты. Они, кстати, сколько-нибудь стоят? В общем, и какой-то ивент мы сделали. Это прекрасно, но я без понятия, что дальше. Где здесь глава викингов? Лорд. Милорд. Гумус. Как вас там? Давайте сюда, идите сюда ко мне. Я нигде не вижу больше ни одного викинга. Что за издевательство? А, вот еще появились парочка. Викинг с топором. Викинг с топором. Викинг с топором. Ну, это просто топорыща ходячие, но это не то, что мне надо. С топором, с топором. А где лорд-то местный? Или мне его искать, что ли, нужно еще за 3-9 земель? Я не против, просто скажите, где мне его найти? Я с удовольствием прибью его. Вот, древние руны. Возможно, он где-то здесь. Место подходящее. Нет, это пират уже. Это пират. Тут и капище есть подходящее. Может, здесь? Ну, зона подходящая, я бы сказал бы. Для борьбы. Для атаки, для всего такого. Может, конечно, они не здесь, а в морях. Так, вариант такой, тоже нельзя исключать. Ладно, пойдемте тогда сдавать квест. Давай, забери. Может, там хоть что-то появится. Потому что у него вообще единица здоровья. Это что за существо такое без... единорожденное? Первое, что ли, существо, созданное в этой игре? Забавно. Так. Так. Поговорить со Стэном. У меня сейчас места вообще ни на что не хватает. Ну и что мне взять? Карибский пират, карибский пират, имперский страж, имперский страж, раэльский офицер я. И... превосходный мужской головной бор капитана. Забавно, но глупо. Не-не-не, не идет. Так. Ну вот, снова Стэн. Я останусь при своей треуголке. Освободите места. Ну ладно, сейчас освободим. У меня просто реально места не хватает. У меня инвентарь полностью забит. У меня судно все забито. Можно было бы, конечно, продать, но извините. Такие артефакты на дороге не валяются. Вот эта штука, конечно, интересная и здоровье дает. Но вот это я продам. Оно не продается! Зак... Ну... И кому мне ее отдавать? Эту вашу робу. Я тогда просто выкину ее. Не, она не к чертам. не нужна. Ну смотрите, украденное очарование Хэллоуина. Может здесь какой-то квест на это есть? Как бы это же все вблизи, все в одном. Давайте сейчас оббежим, посмотрим, может кто-то есть кто этим... Так, ну это информация, это не то. Подтвердить тоже мне нечего. Так, это опять же не то. Может здесь есть какие-то местные, которым нужна вот это вот очарование Хэллоуина. Но это с ивента 18-го года. Предлагаю, вот те, кто играет сейчас в эту игру, они, наверное, потом будут говорить, что ты это все делал, пытаешься выбросить, это нужно, это что-то нужно. Правильно, потому что я не знаю, для чего это. Я совершенно не знаю, не в курсе, для чего оно. Я не вижу здесь вообще никого со значком квеста, кроме стена. Давайте тогда, я тогда это выброшу, я тогда это выброшу. Ребят, звучит глупо, знаю, но у меня просто, да, я уверен, это просто уничтожаем. Раз мне дважды эта штука попалась, значит, от нее толку никакого нет. Я ее не надеть не могу, не применить не могу, вот я мантию могу вот эту использовать, а больше ничего не могу. Красота. Опять бои морские. Так, что возьмем? Дайте вот вот этот навык, не хочет, а ты тоже не хочешь. Ладно, значит, надо прокачивать вот этот, то есть берем вот этот, а здесь, ну, понятно, я бы делал вот этот. А что еще остается? Прокачиваем все подряд. Что там по заданию у Стэна? Так, камни Стэна, Стэн, семейный камер, дамэдж бонус плюс два. А, это на прокачку. Два камня. Ладно, хорошо. Путь рыцаря. Вы уже знамениты в этом городе, но недостаточно, чтобы войти в легенды. Вы должны переплыть море и завивать остальной мир. Ваше нынешнее состояние для этого не подходит. Надо стать сильнее. Ученичество. Найдите в Афинах Кратос. Ребят, не, 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 будучи майнкрафтским перепроходцем, я думаю, Кратос меня не взлюбит. Ну, ладно, найдите в Афинах Кратос и 5000 серебра. Это, конечно, интересное предложение. Давайте сначала в Остл заплывем. А, в Лиссабон. Нам в Лиссабон надо. Ну, прекрасно, в Лиссабон все тихо и спокойно. Заодно в Афины заплывем, там у нас склад полупустой. Все прекрасно. Зато получим 5 миллионов серебра. Тоже прекрасно с Кратосом поговорим. Мы как хорошо, возвращаем возвращение в Афины. Кому ждите 10 миллионов? Получим 5 миллионов и откроем себе склады в Англии везде подряд. Скорострелку улучшили прекрасно. Можем отправляться да, плывем. Плывем себе понемножку по морям морским, плывем себе понемножку по дорогам мирным, плывем, плывем, плывем. Так, это Балтийское море, поле боя. Так, тоже поле боя. Но я не буду там сражаться, смысла пока нет. Мы не настолько хорошо прокачаны. Суденышко, конечно, неплохо, но по его плане мы профаны. Как это выражается, надеюсь, правильно выражаюсь. у нас с вами еще при этом две карты и обе в восточном полушарии. Мы сейчас с западом, нам нужно в восточной полушарии. Это Азия, по сути. Да уж. Он с вами пока еще только полчаса, но в принципе возвращаем. Путь Кратоса, может, назовем, конечно. Если успеем сегодня добраться до Кратоса, наверное, назову сегодняшний тогда главу Путь Кратоса. Ну, или в крайнем случае, если до Прилуина только до Лиссабона. Да уж. Кратос это что-то новенькое. Я не помню, что такое 7 лет назад он был. Вот я не припомню вообще существование Кратоса в этой игре. Это что-то с чем-то. Все, я напузырился на полную. Хороший сок. Персиковый. Он и персик. Вода, но не персиковая вода, я бы сказал, скорее. Очень вкусно, кстати. Пока, кстати, плывем, я вот не вижу нигде. Кстати, давайте в Амстердам заплывем. Он сам по пути. Отметим его. Как-никак. В узких каналочках Амстердам стоит. Здесь тебя немцы ждут. Точнее, Гамбург. Это Гамбург? Ну, хотя бы побывали в Гамбурге, тоже, как в порядке, неплохо. Так, 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 поплыли в Лиссабон, оттуда к Кратосу направимся. Так, Крато, пожалуйста, мне. С Докером в Лиссабоне. А я Амстердам проплыл, наверное, да? Нет, Амстердам еще впереди будет. Ну, и прекрасно заплывем, задокни. Я в основном не заплывал. Ну, ладно, черт с ним. Я все равно буду проплывать снова этот маршрут. Мы заглянем сейчас в Афину, поговорим с Кратосом, получим 5 миллионов серебра. Да. Вернемся вот этим путем обратно. Зайдем в Лондон, откроем себе наконец-таки склад там. В принципе, там уже только деньги. О, сейчас как раз доплывем до Амстердама. Давай вот сюда заплываем. Кто-то встал, временный Мегалодон. В Амстердам тебе нужно. Серьезно, прям достал уже. Вот Амстердамчик открыли. Неплохо. Так, да, в открытое море, пожалуйста. Да, в открытое море. Что вы мне повторяете сотни раз? В открытое море я хочу. Я просто за пупок в гости поотметиться. Так, мне нужен Лиссабонский порт. Немножко подтормаживает, что-то игрушка стала как-то необычной для нее. В Лиссабоне сейчас поговорим с Токером. Надо будет обязательно сегодня поменять все это дело. Наверное, сегодня запишу только два эпизода, потому что я вспомнил, что нужно еще продавать арт-заставку к резиденту. Но это в любом случае, на арт-заставку ходит куда-нибудь очень много времени. Вы не думаете, раньше вот был такой скорострел, а для резидента я готовлю очень долго. Надо подбирать цвета, надо подбирать манер, тоннаж, красоту. Так, это на что? Лондон, это открытое море и так далее, и так далее. Ладно, плывем сейчас в Лиссабончик, отметимся. Хотя, можно, конечно, сначала лучше к Кратосу заплыть. Лучше да, потому что, смотрите, мы потом сможем заплыть в Барселону, там единственное место, где делаются карты. Сделаем там первый склад, а он здесь ограничен до 10 складов на весь мир стоит. Да. Туда положим все карты, ну, за исключением разве что тех двух карт, что мы сделали уже. Что еще можно сделать? В Лондоне открыть порт. Ну, не порт, а этот хранилище. В реке можно, кстати, сделать дополнительное хранилище, но там плыть долго и муторно. Там не поплывешь, там надо, нам легче всего через Евразию поплывать. Легче всего через Евразию оплыть и в Чунжоу, а там и Сеул заодно рядом, и до Индии рукой подать. То есть, так быстрее. Огибать Африку неэффективно. Экономически неэффективно. Легче оплыть с Северным морским путем. Да там никого и нету. Там перфа-то нету вообще никаких. О! Целым караваном плывем. Целым караванчиком. Караван плывет, 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 чё, заговорился. А это что у нас? Караван плывет, бежит, качается. Скоро набирает ход. Наш мегалодон бежит, качается. Кончится его проход. Скатертью, скатертью, океан стелется. Скатертью, скатертью, дальний небоствод. Ну ладно, если серьезно, конечно, немножко глупо звучит. Но в принципе неплохо сегодня пока справляемся. То есть выполнили задание в Стокгольме, набираемся в Лиссабон отмечаться. А, нас потом после Лиссабона отправят по-моему либо в Осло, либо в Юг Африки. Ну, в принципе, кстати, по пути гугосветное плавание. Почему нет? Но мы сначала заплывем обязательно к Ратусу. Мне нужны деньги. Потом заплывем в Лондон, откроем там хранилище. Да. Отлично. Я что-то получил, но не знаю, что. Наконец-то производство. Производство. Так. Алхимию открываю. И сейчас самое первое дело, что я пробую. Так. Ой. У меня места нет. Дожили. И тут тоже все забито. Зараза. А. У меня на воду где это фамильное оружие. На эту. А, у меня там местечко найдется одно. Так. Я тогда камешек вот этот вот не дает, зарезая. Так. Еще раз. Сейчас-то дашь место? Есть. Так. Смотрим. Смотрите-смотрите, как мы делаем. У нас есть невесомая, а есть слабоисцеляющая. О. Большая бутыль. Все. О. Алхимический. Ну, почему все время так не я? Так. Открываем. HP. Слабоисцеляющая. И. Так. Ты не можешь делать низкоуровневое зелье. Почему я не могу? Я алхимик высшего порядка. Алхимия на сотку прокачана. А. Я ее не подтвердил. Ну, сейчас-то могу. Сейчас-то могу. Красота. О, все. Ладно, хоть разобрались что-то как с чем едят. И что я потратил? Жасмин и все-ка ерунда. Дожили. Размарин потратил. Кстати, зато в принципе можем сейчас выполнить заказы. Если уж на то пошел. Правда, мне место нужно освобождать теперь. Мне нужно теперь местечко освобождать все. Так, ладно, смотрим. Семьян. Черт с ним пока не берем. Это доски. Автопосадка. Да, это очень далековато. Противоядие. Вот, что мне нужно. Сделать 10 противоядий низкоуровневый антидот. 10 штук. Должно технически хватить места. Семена священного фрукта давайте-ка. А если не хватит? Подождите, 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 подождите. Я сразу кинул. Ну-ка, возьми обратно. Я не хочу хотя бы это терять. Так, что там в последующем задании у нас? Отнесите посылку в таверну Лиссабона и отдайте Миле. Посылку? Что за посылка? Какая посылка? Ладно, давайте сходим, получим еще что-нибудь. Главное, чтобы это не требовало что-то еще. Я имею в виду по местам. Мне и так места не хватает. Уолит-тест. Так, карибский пират и нет, не императорская стража, а я королевский инфицировал. женская гординская. Не-не, мне нужна мужская, мне нужна мужская. Вот это возьмем. Что у меня появилось? Морской бой. Красота. У меня сейчас морской бой прокачается только в путь. Робокапитана. Ну давайте, почему уж не отдаете, так даете. Ну я шляпу свою оставлю. Хотя в принципе вот это смотрится неплохо, но моя лучше. Хотя вот в это я выгляжу красивее. А я оставлю то и то, кстати, почему бы и нет. Одно другому не мешает. Отправляйтесь на окраину Лиссабона, победите 20 расхитителей гробниц вооруженных мечом и заберите кольцо, а затем отправляйтесь в таверну, отведите его. 100 тысяч дадут профессия. Почему бы и нет? Кстати, мы нашли этот кортик, почему бы его не прокачать бы, кстати, заодно пошло бы дело. Хотя, с другой стороны, у нас будут потом оружие получше, может потом прокачать их посильнее. Ладно, я пока не буду тратить все камни прокачки и все это прочее. Пусть будет. Потом на стриме будем разбираться. О! Маленькое дитя Марианна, что ты здесь делаешь? Надеюсь, все помрут. Ну, хорошее желание, я не спорю. Прекрасное, даже сказал, пожелание. Так, давайте расхитители гробниц. Дальних родственников Мисс Крофт, Лар Крофт, почему бы и нет. У нас местечко найдется хотя бы, чтобы туда что-то положить? Да, найдется местечко, прекрасно. Даже два найдется. Интересно, этот расхититель гробниц знает, что он сегодня по сцене раз что-либо расхищает. Так. О, кольцо вернули, красота. Подождите, а я не брал один какого кольца. Оно есть. Ну, нужно еще парочку прибить. Так, для занобы. у нас немножко постреляют, все будет нормально, все прекрасно. Ну, как раз час заканчивается. Походу, сегодняшний, значит, будет вот, как мы назвали, прокачка оружия, а сегодня у нас будет, а следующий будет у нас прямо путь Кратоса. Наверное. Не уверен. Ну, посмотрим, как это дело зайдет. Давай. Вот так понемножку прокачиваем наши навыки. неплохо денежку получили. Ой, и еще один ко мне пришел. Прямо красота. Так, так, я возьму все. Поменяй все. Прокачиваемся, покупаем все. Все будет прекрасно, все быстро будет, все на по-нормане. Я думаю, иногда сделаю два либо три эпизода на неделю. Просто, что я не успеваю, к сожалению, уже. К сожалению, просто уже не успеваю. надо было вчера между игрой и резидентом заснять еще один эпизод. Как-то не додумался до этого. У тебя и время уже было немного. Давайте теперь поговорим смелее, вернем, там есть что-нибудь, что он там хочет. Главное, не давайте больше ничего крупного. хотя нам деньги за это дадут, но это уже хорошо. О, у кого-то тигр. 29 уровня питомец, огненный тигр, или призрак тигра, я не все понимаешь, что это такое. Та-та-та-н. Старый добрый павел. Обычное кольцо фиолетового золота. 17, 22, 14. Это вообще прекрасно. Да, применяем все. Надеваем, применяем, становимся сильнее, становимся богаче. А вот это можем и продать. Так. Черт, с тобой поторговать не получится, да? Куда нам дальше, в Геную? Слушайте, это прям по пути. Порадовавшись вместе с Милой возвращайся. Так, ну, прекрасно, давайте в Геную теперь. Слушайте, ну, вообще великолепно, прям по пути. Сейчас надо так градусу быстро так по негоншику доплывем. тоже ли. Ну, смотрите, у нас еще 7 минут в запасе, как бы успеваем, в кино и плывем оттуда. Марианский агротический круиз с красной суденышкой плывет прямо. Ну, неплохо, неплохо. Плывем быстро, плывем бойко. Причем, кстати, мы же можем еще и в столице шелка основать склад и на этот склад помещать как раз-таки весь шелк мы можем скупить побольше шелка, потом просто плавать туда и обратно и получать деньги сверху. А сказали, что 100 тысяч нужно, да? То есть, смотрите, мы получим 5 миллионов по миллиону, мы потратим 2 миллиона на открытие складов. Смотрите, один будет в Барселоне, один будет у нас в Кейптауне, надо будет там тоже открывать один, один должен быть в Лондоне в обязательно... Ой, черт, так близко. Ну ладно, в обломки мы успели заплыть. Вы знаете, я обломки не упускаю никогда. Всегда что-то находится в обломках, надо брать, надо брать всегда. Там денежки, ядра, да что угодно. В принципе, можно сейчас сначала в Афину заплыть к Ратусу, подписать с ним контракт. Есть. Хорошая, дорогая игуана. Комплекты ремонтные. Книга. Провизия. Да, берем все. Книга. Так. Вот красивый принт-скринчик. Мне нравится. Я стараюсь на принт-скрин обычно использовать именно корабли, то есть для арт-заставок, чтобы красиво все смотрелось. Естественно. Надо еще какой-нибудь вступительный ролик сделать, коль уж по этой игре делаем. Да. беру, беру. Все, прекрасно. На, все хватило. То есть места хватило, места хватило. Это хорошо. Так, ладно, давайте мы сейчас в Афинский порт заглянем. Во-первых, выложим оставшиеся... Да вы издеваетесь, что ли? Ну, давайте. Я не против. Я не возражаю. Просто, понимаете, игра говорит. Давай, покушай, Альберт, покушай. Съешь еще побольше вот всех этих материалов, ресурсов. Мне не жалко. Добрая игра. Она, видимо, тоже про меня соскучилась. Семь лет не общались, человек, как говорится. Любой соскучится про мне-то. тем более провизию пополняем. И ядры, боеприпасы. То есть, всего понемногу. О, красота. Давай. 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 книга. Ради книги такую поворот делал. Ну ладно, в чем будет. Давайте сейчас тогда в Афинский порт. Во-первых, это ближе. Во-вторых, это дешевле нам обойдется. Потому что, ну, в Генуэ нет смысла мне сейчас, наверное, идти. Ну, реально, ну, смысл в чем? Смысл в том, чтобы получить что-то еще. Сверху, ну, это, понятно дело, для прокачки. Но мне нужно хотя бы выложить то, что есть уже сейчас. А если мы сейчас просто поговорим с Кратосом, нам дадут 5 миллионов. Они просто так нам их будут давать. Но хотя бы сможем хоть где-то покачаться. А это неплохо. Сейчас доплывем до Афин. Поговорим с местным Кратоевичем. Спросим про второй God of War. Ну, почему бы нет? Я не имею в виду оригиналку, первую трилогию, а я имею в виду про Новый God of War Питва Богов на севере. Как раз таки оттуда, кстати, викингами сражались с Одином. Пронесся человек-то. Несется, несется, несется. Вот, знаете, самое забавное, я рад, что у игры до сих пор сохранился онлайн. Вот, есть. Есть, видите, даже вот еще один плывет. то есть, есть у людей задород. Поддержит разработчики игру и правильно делают. Так, для начала давайте-ка Кратоса не вижу, поэтому давайте-ка в Афины. Значит, в Афинах он сидит. Там сказано, прибыть в Афины, поговорить с Кратосом. Кратоса в порту нет, значит, в городе непосредственно находится. Значит, зайдем тогда к хозяину верфи, к хозяину склада, заведующему склада. Вот он. Нет, заведующему, заведующему, пожалуйста. Нужен заведующий. В принципе, мы можем сейчас у наставника прокачать наше оружие. Огнестрелку. Так, ладно, сначала Waterhouse. Вот. Все забито всеми ценностями. Смотрите, сколько у меня здесь всего. О, вообще места уже ни для чего не хватает. Вообще ни на что места не хватает. Но камни вот здесь, конечно, будут. Хотя нет, камни надо с собой. Вот, что надо убрать сюда, это растения. О, блямбы прокачки. Вот это можем взять. Сколько уже? О, уже целый час. Что ж, ребят, давайте тогда мы на этом с вами сегодня заканчиваем. Ну, я имею в виду для вторника, но не для меня в воскресенье. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Если да, трансляция, видеозапись. Если да, ставим лайки, пишем комментарии. В обязательном порядке подписываемся на канал, также подписываемся на группе Дискорде, Вконтакте, на Дэвин Арте. Все ссылки на видео в описании к сегодняшнему стриму. Спасибо всем, кто нас смотрит. Ребят, большое вам спасибо. Увидимся в следующем эпизоде. О, Voyage Center Online, она же Bound to Bay Online, она же Pirate Online. Всем до скорой встречи и всем пока. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова